Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас очередной репортаж из резиденции Виктории Сенгиной, ландшафтного дизайнера и арт-директора архитектурно-ландшафтного бюро Гринс. С нами сегодня Виктор Тропченко, ландшафтный дизайнер. Да, и тема будет очень интересная, о которой вы неоднократно просили. Мы ее так или иначе в своих роликах затрагивали. Но сегодня попытаемся охватить объятное, необъятное, невозможное. В общем, Туи, дамы и господа, Туи в студию. И такие должны зайти сейчас. Туи уже к тебе пришли. Пока пришел только котик. На самом деле, да, я с чего хотел бы начать. Я же грибник, всем известно, что я грибник. И одна из моих любимых локаций, где я собираю замечательные грибы, находится в Линдуловской роще. А там, как известно, растут туи. Там растет огромная туя складчатая. Когда увидел, что это за дерево, она, не знаю, метров 30, сколько там, она упирается куда-то прямо в небосвод. То есть, ну, я был, на самом деле, поражен особенно. Вот у нас в Линобласти вот эта вот туя, которой бог знает сколько лет, и она вымахивает совершенно огромное, чудовищное, прекрасное. Прям захотелось такое дерево у себя на участке. Туи крупные деревья в природе. Да. Оказывается, туи-то вот не то, что как бы, а вот на самом деле... Красный кедр, один из красных кедров североамериканских, это какой-то вид туи, туя складчатая, по-моему. Да, вот это и есть как бы, да, туя складчатая. Если я не ошибаюсь, надо уточнить. Просто их используют, это действительно крупные деревья, которые достигают много десятков метров высоты в природе, и они используются, в общем-то, при производстве мебели и так далее. Ну вот, оказывается, у нас, ты понимаешь, такие садоводы, как я, я считаю себя вполне продвинутым, они не до конца осознают, что есть туя. Потому что для меня была туя западная. Мы берем обычно, как правило, этот вид. Сморакт, барабант, ну и различные шарики и плюшечки. Ну, смотри, во-первых, у нас все-таки живет однозначно без вопросов, или почти без вопросов, туя западная. Другой вид, туя восточная, или платикладус восточный, в наших условиях подмерзает, обмерзает. В общем, можно считать, что не живет. И туя складчатая, тоже североамериканская, как и туя западная, она все-таки под большим вопросом, чем туя западная. Вот то, что она в Линдоловской роще такого размера достигает, во-первых, это лишь один из вариантов определения. Как я понимаю, я до конца не уверена, что это за вид. Все-таки это определенные условия, определенный микроклимат. Это побережье Финского залива, это подсенье высоких лиственниц, там, кстати, еще пихты растут, и эти туи там сеются. Но, в общем-то, надо сказать, что это не совсем типичное условие загородного участка, где это можно вот так вот посадить. Поэтому давайте рассматривать скорее тую западную, как основное дерево, а туя восточная, это скорее для развлечения. Прекрасно. Что я сказал, туя складчатая, туя восточная, это вообще не надо. Вообще нет. Западному – да, восточному – нет. Ну, в принципе, мы опираемся на эти два термина практически, да, во многих растениях. Западная всегда надежнее восточного. Уж так повелось, чисто географически, потому что мы находимся на северо-западе. Низкое поклонство перед западным. Ну, вот складчатая, которые, сорта низкие, декоративные, у меня этот Викпорт, по-моему, сорт, совершенно шикарное, благодетство. Нет, они растут, они растут. Хорошо, но это… Чуть-чуть больше группа риска. Вик, ну давай вот твой участок конкретно не будем брать, у тебя и персики растут. Каждый год собираю шикарный урожай персиков. Да. Больше, по-моему, в линобности мы не знаем ни одного другого человека, у которого это происходит. Скорее всего, они есть. Да, твой локальный микроклимат и зеленые пальцы, они, ну, не являются типичной историей, поэтому… Окей. Да. Давай рассматривать все-таки те туи, которые вот вы готовы посадить вашим клиентам, вашим заказчикам, и вы будете знать, что действительно это будут хорошие растения, они будут крепкие, они будут красивые. Ну, смотри, если мы говорим о том, кто надежный, да, то Витя совершенно справедливо сказал, что это туи западные. Да. Значит, есть довольно широкий выбор сортов, они есть в продаже, практически все большинство из них, да, ну, в той или иной степени. Вот. Тут в основных два варианта – колоновидная форма и шаровидная форма, да. Мы, конечно, мы же не просто агрономы, да, мы ландшафтные дизайнеры, поэтому мы будем говорить о том, как использовать тую. Как посадить тую, в общем-то, ну, можно прочитать, да, и лучше прочитать. Да, лучше прочитать. Да, лучше прочитать, потому что большинство почему-то считает, что хвойные растения нужно посадить в кислый торф почему-то. Есть такой миф, да. Да, но это абсолютный миф, да. То есть, если у вас хорошая садовая почва, вы просто в хорошую садовую почву сажаете тую, и, в общем-то, больше ничего с этим делать не надо, да. Ну, понятно, что поливать, пока она не приживется. Вот, тоже надо. Поэтому про гриотехнику мы не будем, мы будем именно про использование туи в этом ролике. Значит, первый миф, который хочется развить, что ландшафтные дизайнеры против туи. Да? Пчелы против меда, практически. Да, однозначно мы не можем так сказать, хотя бы потому, что без туи практически ни один сад не обходится. Да, есть сады, где туи мы не проектируем, но их довольно немного. То есть, процентов, наверное, 15-20 садов там, где нет туи. Это не хороший процент, это не совсем маленький процент. 15-20 считаю. Я из этих как раз, между прочим, у меня нет ни одной туи. Ну, я считаю так, Вик, у меня есть какое-то количество сосен полноразмерных, которым больше 50 лет. Они доминируют, я считаю, что они как бы являются вот такими системообразующими. Мне кажется, дополнять их еще... Туями, как минимум. Туями, да, которые немножечко смотрятся с соснами, входит в некое природное противоречие. Нет, если мы берем туи, не сортовые, не колоновидные, а что-то более свободно растущее, то я думаю, что их вполне можно вписать в лесной сад. Другое дело, что они должны быть достаточно рыхлыми. То есть, здесь надо, скорее всего, даже просто видовые туи брать или какие-то сорта с рыхлыми. Ну, филиформист можно. Филиформист, кстати, да. Вот прямо, знаешь, пальцем ты попала в небо, это та туя, которая меня беспокоит, ну, потому что она не похожа на туи вообще. Просто туи же это лесные деревья, в общем-то. Это деревья, которые растут, в смысле, лесообразующая порода. Поэтому почему она не может расти в лесном саду? Понятно, что свечки сморагдов там будут выглядеть немного странно. Под сенью огромных сосен. Ну, ты понимаешь, что это не русский лес, лес туи? Нет, конечно. Все-таки в русском саду туя это все-таки элемент некой регулярности. То есть, это либо изгородь, да, либо какая-то стриженная форма, либо это шар, либо это куб. Да, вот все любят фотографировать куб, который у меня на участке вырос. Вот мы покажем его сейчас зрителям. То есть, будем исходить из того, что все-таки мы вводим тую именно не как просто растение, а как форму. Ну, правильно мы говорим об архитектуре сал. Либо цвет. Либо цвет. Либо цвет, кстати, да. Но это мы уже, это отдельно. Но это не входит в противоречие, да. Нет, не входит, не входит. Но семантически все-таки туя это не растение русского сада. Нет, никак. Но русский сад, он, в общем-то, в той или иной мере тяготел к регулярности. Да, если мы говорим про усадьбу, там обязательно были всякие разные баскеты, да, еще там какие-то формы, которые... Ну, это регулярный сад, да, стриженные формы всегда или каким-то образом там по-другому сформированные, но они были. Поэтому туя не противоречит русскому саду, но именно как форма, но не как само по себе растение. Поэтому если мы выпускаем такую тую, свободное плавание, просто берем и сажаем тую. Это максимально, конечно, тупо. Вот просто максимально. Поэтому когда... Но с другой стороны, это очень просто. То есть самый банальный вариант, да, но это неинтересно для садоводов. Самый банальный вариант, мы с вами постилили газон или его посеяли, это неважно, да. Мы посадили несколько туй, даже некоторые пытаются сделать из них какие-то... Да, какие-то из них композиции, причем бывают варианты. Бывает, что просто берется некая колоновидная форма и некая шаровидная форма, да. Там вот мы покажем сейчас, какие бывают варианты. Особенно хорошо, когда одна колоновидная и рядом две шаровидные. Да, вот это причем люди это делают совершенно даже без всякого подтекста. Да, уничтожи сомняшись. Без подтекста. Получается, ого-го, какой подтекст. И тут доктор Фрейд выходит на сцену и говорит. Да, да, да. Бывают завалы вот в такое, да. Бывает, что человек очень любит туи, и он покупает 10 сортов, более 10 сортов, и пытается из этих 10 сортов туи сделать какую-то композицию, да. Ну или вот какой-нибудь вариант, когда просто какие-то сплошные изгороди, и плюс еще отдельно стоящие туи. Вот это, конечно, очень грустный вариант. Вот против такого варианта, когда ландшафтный дизайнер говорит, что он против туи, он имеет в виду, что против использования туи таким образом. Но у ландшафтного дизайнера почти всегда есть в запасе довольно большой список любимых сортов, которые он знает, как можно использовать, чтобы туи и сад обогатили и сделали изюминкой. А наоборот не завалиться в банальщину. Ну то есть вот готовые композиции из туи, они всегда не очень. Потому что у нас же есть, как правило, ну садоводы все скатываются в коллекционеров, и вот они купили одну туечку, купили вторую, третью, четвертую. И вот как бы ты понимаешь, дальше пошло по накатанной, и ты, а такой туи у меня нет. Ну и вот как это вообще возможно сделать, коллекцию из туи, чтобы это смотрелось в ландшафт? Я не помню, когда мы, когда Оля Бондарева приезжала, ты разговаривал с ней. Говорили вы про эволюцию садовода? Да, безусловно, у нас с Олей Бондаревой шикарный, да, есть ролик про коллекционированный сад. Был, да, такой? Я не помню. Так вот, коллекционирование – это одна из стадий садовода. Причем она не последняя, это промежуточная стадия. Потом от этой стадии человек уходит, уходит. Поэтому давай мы не будем навешивать ярлык на садовода, да, что он-коллекционер. Нет, просто в какой-то момент человек сначала с каким-то определенным, да, набором растений играет, потом ему хочется какого-то разнообразия, потом он понимает, что разнообразие не дает уже того эффекта, да, и он начинает избавляться, вот, и больше уходит в стилистику. Вот, соответственно, ландшафтный дизайнер, он со стилистики начинает. А так как туя, как форма, она в очень многие стилистики может быть органично вписана, именно поэтому мы с ними и работаем, с туями. Вот, но в любом случае, про изгороди мы уже говорили, поэтому мы сейчас не будем, да? Да, да, будем рассматривать их. Да, мы сказали, да, что в хойнах изгородисту это номер один, вот, ну и закончим на этом. Тогда у нас остается вот эта шаровидная форма и пирамидальная форма. Колоновидная она же, да? Колоновидная, да. Вот, соответственно, я, конечно, больше приврежена, ну, наверное, как и большинство специалистов, именно к шаровидной форме, причем, что, опять-таки, ее можно выстригать по-разному, да, мы можем получить тот же самый шар, который я не очень люблю, потому что это слишком активная фигура. Слишком правильная. Слишком правильная, да, и она действительно такая вот, ну, она очень активная, то есть она постоянно на себя перетягивает глаз, гораздо более природно выглядят подушковидные формы, то есть это, скажем так, сфера, да, да, поэтому обычно мы всегда в шаровидную туру, которую сажаем, мы пытаемся их сразу начать выстригать именно в сферу, либо вот можно работать с кубами, но это, опять-таки, очень в контексте, да, должно быть. Ну, вот насчет колонавидных не могу сказать, вообще почти не моя история. Ну, видите, да, может быть, мы перейдем непосредственно к сортам и расскажем те сорта, которые вам нравятся, прям перечислим немножечко и расскажем про их характеристики, которые вы считаете достойными. А мы про цвет не поговорили, кстати, это же очень важно. Мы поговорим и про цвет, потому что сорта и цвет, они, как бы, это одна из основных характеристик. На самом деле, мне больше нравятся туи как раз-таки не зеленые, потому что есть очень много сортов, которые действительно имеют либо светло-зеленую хвою, либо они имеют какие-то участки, части часть хвоинок, они имеют разные оттенки желтого цвета, либо они становятся зимой при холодах цвета красного золота. И все это, на мой взгляд, в нашем северном климате, где полгода серые облака, это неплохо украшает сад. Ну, дает цвет. Опять же, да, опять не дает цвет. Зимой цвет важен, потому что практически всех хвоины, кроме, наверное, золотистых туи, то не всех, они становятся очень тусклыми. А туи, которые имеют желтый цвет или вот белесые оттенки, с разбеленного зеленого, как, например, сорт бор, они как раз дают вот это вот какой-то светлый цвет, насыщенный цвет. Потому что, ну, вот те же смарагды, барабанты зимой в холод становятся цвета, бронзы из серии, что, скажите, у вас настой живые. Да, многие пугают. Смарагды становятся очень насыщенного темного зеленого цвета, почти уходящие в какие-то, я бы сказал, что черно-зеленые. А желтые туи летом, например, многие сорта, они такого цвета, желто-зеленого шартреза, а зимой они, наоборот, часто уходят в желтые оттенки. И причем, когда температура понижается ниже нуля, они становятся более насыщенными. То есть такая динамика все-таки есть. В сторону вот даже какие-то бронзы или красных оттенков. Вот ты видишь, как Витя замечательно и поэтично рассказал нам про цвет. Ну, мне просто не хватает этого цвета. Мы, кстати, уже многие годы по этому поводу постоянно вскатываемся в полемику. С философией. Пока нет. С какого конца разбивать это яйцо? Пока до этого не дошло. Нет. Но моя мысль, ход мысли такой, что если мы берем, работаем с формой, то работать и с формой, и с цветом, да, это уже намного сложнее. Если мы посадим с вами в композицию там шары желтые, да, то они нас будут обязывать. Зеленый цвет никогда ни к чему не обязывает, потому что он базовый в саду. Это совершенно естественный цвет для любого сада, для любого ландшафта. Поэтому мы к этому можем привязать любую другую колористическую историю в цветнике. Желтый цвет он будет обязывать. Поэтому я против желтых форм туи. А у тебя ее, я видел, растет в саду? У меня растет, так получилось. И она меня, да, обязывает. У меня две довольно крупные колоновидные. Да, да, в которых ты опять же такие желтые, да еще и колоновидные. Да, да, да. Все то, что бы вам не советовали. Да, да, да. Значит, это произошло стихийно. Они нам нужны были под выставку в 2013 году. И они довольно-таки успешно сыграли, я хочу сказать. В отличие от части коллег, я не люблю те растения, которые были куплены для каких-то фестивалей, выставок, потом утилизировать на объектах у своих заказчиков. Я их утилизирую у себя. И вот они у меня так вот... Ты знаешь, котенку у помойки подобрать. В общем, они живут у меня с 2013 года. Сейчас они у меня уже в высоту. В общем, их невозможно подстричь с земли. То есть мы стремяночку ставим и выстригаем. Обе не просто какой-то там вот вытянутые стамескообразной формы. Вполне мы с ними поиграли. Но они, да, они обязывают своим цветом. То есть под них приходится подстраиваться. Что касается, значит, кругах той, тут еще вот то, что действительно можно дать совет. Значит, наиболее, я сказала уже, что довольно много сортов есть в продаже, но наиболее, если мы про шаровидную форму говорим, распространен сорт данька. Так вот это именно тот сорт, который стараюсь вообще никогда не брать, потому что он, как ни странно, ну как ни странно, да, он именно у нас очень часто выпривает зимой. Есть много других сортов прекрасных, которые этого безобразия не допускают. То есть если крупные, это в основном два сорта, в Удворде и Глобоза, они примерно одинаковые, если будете стричь, то вы никогда в жизни вообще не увидите разницы. Вот, и третий сорт, как раз вот, желтый, Голден Глоб. Это те туи, которые крупные. Я в Белоруссии видела голобозы, которые больше двух с половиной метров в диаметре. То есть у меня где-то есть фотографии в архиве, не знаю, найду, не найду. Солен-Вагу не дюйма. Где я не совсем дюймовочка, стою рядом с этими двумя голобозами, вот именно как дюймовочка. Да, они могут быть очень крупными. Да, это нужно учитывать, причем учитывать не просто там, ай, бойтесь. Нет, понятно, что если вы будете стричь ее в метре, она всегда у вас будет в метре, да, не надо бояться. Вот, если вы ее решите, что она должна быть метр, и вы будете ее держать в метре, если ничего плохого не произойдет. Но вы можете с этим работать, вы можете действительно посадить совершенно для нее хорошие условия, да, то есть это нормальная обычная садовая земля с приличным увлажнением. Переувлажнение, конечно, не любят, но туи довольно-таки хорошо отзываются на полив. То есть при хорошем увлажненном местечке она будет расти гораздо быстрее. Это тоже нужно понимать, да, что чем лучше условия, тем лучше развивается растение. Поэтому можно попробовать, если вам это интересно, вырастить ту шаровидную 2,5 метра, это реально. Ну почему бы и нет? Да, значит, это что касается крупных сортов. Из небольших сортов там тоже есть вилка, есть сорта, которые считаются вообще почти карликами, да, и есть там, которые до метра. Хотя я бы так не выделяла, тоже опять-таки очень сильно зависит от условий. У меня на участке есть несколько тинетимов, которые я очень сильно люблю, и они даже у меня посажены в линию, но в этом месте разная освещенность. И там, где максимально солнечно, эта туя уже больше, чем в полтора раза больше, чем те туи, которые растут в более тенистых условиях. Так как мы стрижем их, они по разрыхленности, у них нет разницы. Понятно, что если бы их не стригли, то та, которая была бы на солнце, она была бы более зеленая, более плотная, а та, которая в тени, она была бы более тусклая, была бы более рыхлая. Но так как стрижем, стрижкой мы можем нивелировать вот эти вот дефекты, которые могут случиться, или особенности развития, которые могут случиться с растением, но посажены в тень. В случае хвойных это разжижение, как минимум, хвои, изменение цвета более яркого, хвои, да, с более яркой на более блеклой или более тусклой. И есть совершенно шикарный сорт, кстати, польской селекции, сорт селена, я его прямо нежно обожаю. Если увидите, и вам нравятся оттенки лаймового, это как раз компромисс желтого. То есть оттенок лаймового, он очень свежо смотрится в саду, такое впечатление, что это растение нежное, только что распустившееся. Да, то есть это приносит ощущение такой надежды, свежести, очень оптимистичная туя, и она тоже совершенно не выпривает, то есть отлично себя ведет. Увидите, обязательно берите, если вам такая форма нужна. И есть один известный мне, по крайней мере, сорт, наверняка он не один, он редко, но встречается в продаже, по-моему, даже он в Европанте в прошлом году был, это сорт Мики, это не крупный конус, это большая редкость, то есть это растение, я думаю, что оно где-то до полутора, до двух метров, но у него нет такой энергии роста, как у какой-нибудь там Смарагда, Барабанта, да, вот, из него можно делать небольшие конусы, там, метр, метр двадцать, сдержанный рост и известна некая конечность этого роста. То есть если мы видели, да, Витя, Смарагды, там, и семь метров запросто, да, то... Нет, ну, видишь, проблема в том, что с не очень большими участками, конечно, карликовость растения, она, как правило, плюс, скорее, чем минус, хотя хочется, конечно, большого дерева, с другой стороны, ты смотришь, как бы, по три или по пять, да? С карликовым растением, с карликовыми сортами проблема в том, что если вы хотите более-менее крупный карликовый сорт, это будет стоить намного дороже, чем более быстрорастущий, в общем-то, ну, это очевидно, да, то есть полутораметровый Мики, я думаю, будет стоить, как 10-метровый Смарагд. Да, очень дорого будет стоить, но тут можно... Не удивляться уже, конечно, на всём можно посмотреть из положительной стороны, с отрицательной, из положительной стороны, если мы посмотрим, скажем, у вас всегда есть выбор. Витя, может, ты расскажешь про стилистику, да, в каких садах какие туи уместно использовать? Вот, кстати, с чего я начала, но потом что-то как-то отвлеклись? Ну, на мой взгляд, ну, опять же, это мой взгляд, у тебя взгляд на это, скорее всего, будет другой. Мне кажется, что в лесных садах всё-таки, наверное, туи не самые подходящие растения. Ну, то есть там, если, конечно, требуется живая изгородь и жёсткая форма и всё такое, наверное, они хороши. А если этого нет, то, наверное, лучше их использовать очень осторожно и более рыхлые. А что касается садов, которые делаются на открытом месте, то, конечно, я думаю, что здесь абсолютно всё уместно. Мне кажется, что нет таких жёстких решений всё-таки. Мне кажется, здесь скорее как ощущение собственного уместности того или иного решения в том или ином месте он должен быть. Нет, ну вот смотрите, сейчас очень модные японские сады. Мы прям не будем рассматривать канонические японские, а такие немножко слегка стильные зоны. Ну, туи и восточные там выращиваются в Японии, равно как и другие виды близкие. А как ты относишься к тому, что из туи выстригают неваки? Не знаю, я ни разу не видел. Многоствольные небольшие шарики. Да, хотя видел. Я к ним вообще плохо отношусь. Но это моё личное отношение, это, если угодно, вкусовщина. Поэтому неваки в европейском исполнении, в европейском саду часто выглядят непонятно зачем. Это сюда запихали. Это уже как какой-то особый стиль, да, не японский, да, не ваки классический, а с таким каким-то, да, с легким закосом европейский. И я тоже, Свите, абсолютно солидарна, что это не очень, это невысокий стиль, как минимум, да. Но я очень часто вижу, что это делают, делают наши коллеги. То есть это имеет право на жизнь, так как это уже живёт, да. Но, в общем-то, ну, просто это небольшой моветон. Ну, это нравится заказчикам, и это выгодно исполнителям в силу стоимости. Это выглядит дорого, да, и это и есть дорого, да. Ну, вероятно, сосны дороже. Неважно, важно, что они стриженные. Важно, что любое стриженное дерево, долго формируемое дерево, оно, конечно, будет стоить намного дороже, чем то же самое свободное растущее. Есть же не ваки туи, да, а есть туи, выстраженные в топиар, то есть какие-то там вот так называемые на сленге, скажем сейчас, чупа-чупсы, да, то есть это стволик и шарик наверху, да. Есть стволик и там несколько шариков, как бусинки, да, они могут быть одинакового размера, могут там... Из разных сортов и так далее и тому подобное. Такого добра очень много, и вот Лена как раз фотографии вывешивала. Ну вот те, которые, вот, те, которые чупа-чупсиками, они вполне хорошо ложатся в канву регулярного сада, да, либо, может быть, совершенно такое вот огромнейшее противоречие, они могут быть в каком-то саду в природном стиле, если они с другой стороны в противовес, вот, ну, совершенно натургардену таким, да, вот, такое тоже может быть. С этим надо уметь работать, опять-таки, да, если мы говорим о том, что хочется хулиганить, да, нужно сначала освоить базу и потом уже начать потихоньку хулигарить. Ну, вот я видел достаточно много, да, вот эти же шарики в таких гравийных садах, гравийных отсыпках. Это чудовищно. Я понимаю, но это, видишь, это какой-то устойчивый трек, прямо это не одна-две фотографии, а их прямо много. Это плохой вкус, ты знаешь? Эти пестрит как раз очень сильно Польша, где вот эти вот белые камушки, из них растет одна туя или сосна, или елка, выстриженная шариком. А у нас это на юге, потому что, мне кажется, что это решение в дефиците, в местах, где более-менее существует дефицит влаги, и если какой-то цветник будет выглядеть не очень красивым или лысым, а газон нужно поливать, то белые камешки будут более-менее одинаковые в течение всего теплого периода. У нас нет, да, у нас это все замшится, испачкается. Но это странно, это просто выглядит странно. Непонятно, зачем вот это нужно. Эти решения, любое решение должно быть уместно. Вот ни у кого не вызывает вопросов знаменитый британский гравийный сад. Да. Ну, это же совсем другая история. Да, да. Ни у кого не вызывает это вопросов. Мне кажется, что тут нужно рассматривать вообще психологию, да? Это насколько надо не любить природу, да, бояться ее, чтобы вынуть подстилку, да, и засыпать это инертным материалом. Это все-таки больше в нашем менталитете, это больше кладбищенская тема, отсыпки вот эти вот каменистые, да. Если есть какой-то там запрос, что это какой-то сухой ручей, да, там ракарий, то там это уместно. Там совершенно неуместные туи, особенно регулярно выстриженные. Давайте сравним классику, прошу прощения. Гравийный сад Бет-Шато и вот эти вот чупа-чупсы посреди мраморной крошки. Я думаю, что мы найдем фотографии, и понятно, что уместно, а что выглядит странно. Вика, еще, ну, несколько к тебе вопросов, потому что я вижу, что у тебя лежит листочек, где выписано несколько сортов, которые мы упомянули. Слушай, ну, почти все упомянули, значит, вот еще по поводу тех шаровидных, которые я не рекомендую, кроме Даники, еще не рекомендую Мирием. Она с желтой хвоей, но рекомендую именно потому, что она выпаривает тоже, почему-то, как и Даника, а не потому, что с желтой. Вот, и вот из хороших, любимых, да, сыровидных, значит, кроме Тинетима, еще есть сорт прекрасный Тедди, он как раз вот карликовый, Тедди карликовый. Очень хорошо себя ведет. Хузари он тоже небольшой, то есть Тинетим крупнее. Вот у нас Тинетим, вот тот, который на Солнце, он сейчас уже, ты знаешь, он уже к метру стремится. Это по справочной, в справочной литературе это максимальный размер, но я думала, что там ресурс еще ого-го какой есть. Вот, Микки я назвала, значит, что касается колонновидных туи, да, значит, тут варианта два, Брабант или не Брабант, вот честно могу сказать. Вот, потому что Брабант, с одной стороны, был одной из самых популярных, да, один из самых популярных, что в продаже, что вообще, к покупке, именно как туя для изгороди. Он самый быстрорастущий из всех сортов колонновидных, ну, не считая просто обычный видовой, но видовой мы с вами в продаже, это надо еще постараться, чтобы найти, то есть в старых садах есть, вот, но в продаже ее практически нет, обычно это все-таки сортовая туя. Значит, отечественные питомники сейчас выпускают Брабант, выращивают. На Западе те же самые, вот, там, польские питомники практически прекратили их выращивать, потому что Брабант очень страдает от засухи, это очень сильно сказывается на его производстве, то есть его сложнее вырастить, чем тот же самый Смарагт, именно из-за этого. Поэтому думайте, если у вас очень сухой участок, то даже для изгороди Брабант мы вам не рекомендуем. Лучше взять тот же самый Смарагт. С другой стороны, Смарагт, наверное, ну, один из немногих сортов туи, который может подгореть, но это должна быть плохая зима или посадка непосредственно осенью. Ты знаешь, у меня не было такого опыта. Было, я видел даже скрупные Смарагды, которые жили, видно, ну, видно, что это деревья по 5-7 метров, и они подгорали, просто должны быть условия, то есть когда зима без снега, яркое весеннее солнце, вот я думаю, в этом году, скорее всего, проблем не будет. А в принципе, да, такое бывает. Ну, плюс к тому же нужно иметь важный момент, мы про агротехнику почти ничего не сказали, хотя я бы отметил, что если вы сажаете туи осенью, то лучше, конечно, их весной прикрыть от солнца фасадной сеткой. На первый год уж точно. А на зиму еще бы связать неплохо. Да, ну, это все-таки менее вероятно. Если вы стрижете изгородь, да, то первые три года связываем, потом уже не надо. Вот, если не стрижете, то чуть ли не пожизненно, так скажем. Витя, я знаю, что ты еще сажаешь в сады пестролистные туи. Интересно было бы послушать, тоже не всем известны эти сорта. Да, просто существует целый ряд сортов, которые мало распространены, но при этом весьма декоративны. Один я уже упомянул, это сорт бор, селекция одноименного польского питомника бор. У него такой белесый сеной цвет, очень такой выбеленный зеленый. Зимой он становится цвета стога сена. Второй сорт, который мне тоже очень нравится, это голландский сорт перк в ладере, у которого листь, часть хвоинок серно-желтого цвета, часть зеленый. Он такой тоже не очень яркий желтый, такой холодноватый желтоватый оттенок. Осенью он становится слегка бронзовый. Третий сорт, это ауре, под названием ауре, то есть туя западная золотистая. Существует целый ряд сортов, очень старых отборов, сделанных еще в 19 веке, в начале 20 века. Некоторые из них мудряются быть летом вот желто-зеленый, то есть, опять же, они не желтые, они вот цвета шартреза. А зимой они как раз начинают желтеть и краснеть. Вот, в частности, одна из таких туи растет у меня. И еще один старый сорт, это туя складчатая зебрина. Она тоже пестролистная, она похожа на сорт перквадерен, то есть, это тоже такие довольно интересные оттенки. Это не яркий желтый, то есть, это не как барбариса или пузыреплодник. Это, скорее, такой вот более тонкий вариант. Но, к сожалению, почти все из них довольно сложно найти. Практически невозможно, к сожалению. Я надеюсь, да, не будем перегружать наших зрителей огромным количеством информации. Я надеюсь, что сегодняшний разговор был интересен, по крайней мере, для меня очень. Я узнал про туи довольно-таки много. Оказывается, да, и про цвет, и про форму, и про агротехнику, и про использование в дизайне. Спасибо вам огромное. Я прошу зрителей оставлять свои вопросы. Я думаю, что про туи мы еще поговорим. Поэтому спрашивайте или наш эксперт ответит вам под роликом. И если вопрос большой и интересный, мы снимем про него отдельный сюжет. С вами был канал Европлант Лайф. Виктория Сенгина и Виктор Тропченко, ландшафтные дизайнеры. Всего доброго. Всем пока. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»